Продолжение следует... 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 Я обратил внимание действительно на то... Хорошо не буду... Я действительно обратил внимание на то, что проблема возможного, она в последнее время стала модной, актуальной, востребованной в контексте в связи с несколькими другими понятиями. Например, существует такой узел проблем, все они стали очень востребованы, и мне приходится на эту тему много говорить, и многим из присутствующих приходится очень много говорить на эти темы. Это такой узел проблем, который строится вокруг таких ключевых понятий, как изменение, возможность, будущее, свобода и смысл. Изменения, действительно, это путь в будущее. Будущее – это источник смысла, свобода – это возможность изменений. Смысл – это возможность на фоне действительности, как я уже сказал. Все это вещи, переплетенные довольно тесно между собой. И приходится... Ну, в последний раз, когда мне приходилось выступать в трибуны несколько недель назад, она была под на тему путей к будущему и тоже как-то перекликалась с этим. А я уж не говорю про саммит июньский, который практически весь, вся пленарная дискуссия строилась вокруг этого узла, хотя называлась она немножко по-другому, но все равно те же самые ключевые понятия. И все говорили про смысл, все говорили про будущее. То есть это все говорили про изменения. То есть все это взаимосвязаны, некоторые узел взаимосвязанных проблем, которые я пытаюсь как-то разобраться. И вот один из... Мне периодически приходится, я занимаюсь такими проблемами, копаюсь на уровне конкретно психологическим, как проблема счастья, проблема смысла, проблема свободы, регулярно встречаюсь с вопросом о том, а существует ли вообще смысл, а существует ли счастье, существует ли свобода. И как раз для чего важна эта категория возможного, в частности, заключается для правильного ответа на эти вопросы. нету, их нету, их нету как некой фактичности, как некой реальности гарантированной, но может быть счастье возможное. Нельзя сказать, что оно есть, но оно возможно. Смысл? Нельзя сказать, что он есть, но он возможен. Свобода тоже... Ну, Фром, прошу прощения, говорил в свое время, что очень четко сформулировал эту идею, что свобода, она несмотря на у кого, у кого есть, когда у кого, когда нет. Вот, то есть это вопрос... То есть это что-то, это все, что-то, что может быть. Что может быть при определенных условиях. А условия эти связаны так или иначе с нами, с нашей способностью эти условия выполнить. И здесь вопросы ключевые, касающиеся проблемы причинности и проблемы антропологии, то есть сущности человека. Вопрос причинности, который меня вывел на эту проблематику. Возможно, почему люди делают то, что они делают. Ну, у меня была давно опубликована еще в 99-м году, в первой версии, и в окончательной, уже там, в 2007-м году, то, что я назвал мультирегуляторная модель личности в моей книге «Психология смысла», которая как раз описывает 7 логик поведения, отвечающих на вопрос, почему люди делают то, что они делают. И один из вариантов ответа, одна из этих 7 логик, логика, связанная как раз с конструктом развитой личности, или древой личности, а почему бы и нет. То есть люди могут делать что-то не просто потому, что существуют какие-то давления, какие-то причины, но и потому, что существуют некоторые возможности. Это очень важная вещь. Я здесь упомяну одного из самых прозорливых психологов конца прошлого века, Ханте Хитхаузена, который говорил про 4 взгляда на психологию мотивации. Первый взгляд, что вся мотивация исходит изнутри, изнутри причин, заложенных в индивиде, где-то, которое мы называем лечением или как угодно. Второй взгляд, что мотивация, он продержался недолго, что мотивации и действия определяются давлениями ситуации, но в чистом виде он продержался недолго. Появился третий взгляд, в котором мы живем до сих пор, благодаря усилиям Курта Левина, что наши действия выникают из взаимодействия внутренних факторов и ситуации, как некие продукты достаточно сложного взаимодействия. А четвертый взгляд Хитхаузен обозначал как то, чего еще нет, но что в перспективе у нас. Да, наши действия определяются взаимодействием нас с ситуацией, но в ситуации мы при этом работаем не давление, не причины, а возможности. С возможностями, которые заложены в ситуации. И это тот четвертый взгляд, который Хитхаузен воспринимал в 80-е годы как зона ближайшего развития психологии. Это то, чего еще не реализовано в психологической науке, но к чему мы движемся, и тогда еще этим вдохновимся. Вопросы антропологии, чем человек отличается от братьев наших меньших. И я раньше цитировал Шекспира, точнее, Пастернака, который вложил в слова, вложил в уста короля Лира замечательную фразу, «Сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным». В английском варианте шекспировского это чуть-чуть менее выразительно звучит. Еще более четкая фраза у Уильяма Хезлета, британского, то, что сейчас принято называть публичный интеллектуал начала XIX века, литературный критик замечательный, у него была фраза из всех живых существ. Четко и чеканно, из всех живых существ только человеку дано видеть разницу между тем, что есть, и тем, что могло бы быть. Вот это вот ключевая идея и вопрос для нас, прежде всего, в том, что из этого вытекает для психологии, если это так. Какие следствия для психологии? А для психологии следствия могут быть разнообразны, и человек вообще отличается от многих других живых существ в том, что он может существовать и действовать на самых разных уровнях, влиянием разных механизмов. Я пробовал набрасывать, пока осторожно набросал некоторое начало, остановился чуть-чуть в наброске некоторой дисциплины, которую я назвал таким страшноватеньким термином дифференциальная антропология. То есть о том, что люди качественно разные, действительно качественно разные, и проявляются это в механизмах построения отношений к миру, в механизмах базовых принципов организации жизнедеятельности. Ну, значит, двинусь примерно к тому, из чего можно вывести. Про это мне, я описал кратко про это, пройдусь основанием того, тем, что можно назвать возможностной антропологией, то есть антропология, которая включает в себя, исходит из того, что существуют не только некоторые необходимости в виде законов природы, которым мы подчиняемся, но еще и некоторые возможности, с которыми мы можем обращаться несколько иначе, в отличие от других живых существ. Ну, первый, кто вбросил, по сути дела, эту идею, наверное, из того, что я нашел, был Киркегор, который говорил о том, что есть не только необходимости, но и возможности. Ну, у него это было, по крайней мере, в тех текстах, которые мне удалось найти, были отдельные, не очень разработанные идеи, которые сильно не повлияли, как и все, что сделал Киркегор, оно повлияло, конечно, сильно на интеллектуальную жизнь на столетие позже. Он долгое время, его идеи существовали в латентном виде. А вот дальше идут уже более такие основательные разработки. И, по сути дела, первым человеком, который ввел идею возможностей, из которых вытекает много разных реальных следствий, реализованных для психологии, это были реализованные возможности, Уильям Джеймс, который в своих поздних самых философских работах, его замечательные философские, книги «Прагматизм» и «Воля к вере», они, в общем, интереснее и глубже, чем его психологические работы, в том числе для психолога. Хотя для психолога его все работы, они интересные и глубокие. Но это его самые последние работы, уже начало нашего, начало прошлого, начало 20 века, 1900-х годов, где он сформулировал идею возможного, идею, и, значит, отстаивал индотерминизм. Собственно говоря, он сформулировал представление о том, что сейчас называется самоосуществляющееся пророчество, и говорил о том, что наше убеждение, наше мировоззрение, по сути дела, оно не столько отражает действительность, сколько ее формирует. Потому что наше мировоззрение определяет наши действия, и наши действия определяют действительность, в которой мы живем. Человек, только человек, который верит в свободу, может действовать в свободу. Человек, который верит, что в свободу нет, он никогда не может действовать в свободу. Здесь Джеймс очень интересным образом перевернул всю привычную нам систему логики и систему рассуждений. Следующий человек, у которого обычно в этом контексте ссылаются Жан-Поль Сартер, который сформулировал максимально заостренное идею противопоставления фактичного и возможного. не буду тоже на этом останавливаться. У Сартера это было и в сравнительно ранних работах, в частности, «Бытие и ничто». И в более поздних работах в «Проблеме метода» были эти идеи тоже разработаны. По сути дела, он забросил эту идею, которую во многом дальше разрабатывал Франкл, Матти и так далее. Это представление невозможно и как лично вот эта вот бинарность нашей жизни, она больше идет, мало ссылаются на Джеймса, почти не ссылаются на Джеймса, а ссылаются в экзистенциальной психологии на Сартера в основном. Конечно, так, из того, что совсем нельзя пропустить, естественно, это Мавардашвили, о котором можно было бы говорить очень много, но ключевая идея тоже у него сформулирована очень так чеканно, что человек это в большей степени возможность, чем данность и действительность. И он, неоднократно обращался к тому, что многие ключевые сущностные антропологические проявления человека, антропологические феномены, их нельзя объяснить какими-то причинно-следственными связями с экономикой. Добро, мысль, свобода, любовь, они невозможны, но случаются. То есть, они существуют как возможности, которые могут быть осуществлены через что? Через, ну, одно из ключевых моментов это держание усилия. Держание усилия это тоже то, что выпадает из причинности, выпадает из категории необходимого. Ну, и естественно, конечно, Михаил Наумович Экштейн, который выстроил некоторую целую, структурировал круглого из своей книги «Хилософия и возможного», показав, что возможность есть то, что может быть, и что наш мир сейчас характеризуется, помимо всего прочего, еще и умножением роли возможного по сравнению с необходимым, возможного и невозможного. И в своих следующей книге «Знак пробела» он сформулировал очень важную идею о том, что с возможным возможным имеют дело все гуманитарные науки. Они имеют дело не с необходимым, а с возможным. Естественные науки имеют дело с необходимым. Причина с следственными связями, которые не могут быть произвольными. Причина с следственными связями – это закон, который должен воспроизвать некоторые действия причины наследствия. оно должно воспроизводиться всегда в любых условиях, говорят там естественные науки. Когда говорят, что у вас, психологов, это не воспроизводится, поэтому это не наука. И с этим имеет дело этот закон природы. А замечательное есть определение закона природы, которое дал такое шуточное, но как всегда очень серьезное, которое дал в своем словаре парадоксальное определение мой друг Евгений Иванович Головаха, философ, социолог, психолог, определение законов природы. Законы природы – это те законы, которые, в отличие от человеческих законов, можно понять и нельзя нарушить. Так вот, одна из двух характеристик законов природы – что их нельзя нарушить. То есть, они являются необходимыми. А гуманитарные науки имеют возможность. Вот то, что известно, что Ряб Николаевич Товстой написал много разных вариантов романа «Война и мир», на каком-то из них наконец остановился и отправил его наконец в издательство. Что детерминирует этот факт, что детерминирует, что Лев Николаевич остановился именно на том варианте, на котором он остановился, а не на каком-то другом. Не на первом, не на втором или не написал еще несколько других вариантов. Есть ли какие-то причины, которые, как закон природы, детерминируют их? Нет. В общем, все продукты человеческого творчества таковы. Они не обязательно должны были и должны быть такими, каковы они. И вот особенность человек. Человек существо такое кентаврическое, как известно. И этот кентавризм проявляется в том, что у нас считается подчиненность законам природы, подчиненность чему-то необходимому. У нас есть что-то, что детерминированное, предсказуемое и так далее. И есть то, что ускользает от этой детерминированности и имеет дело с возможностью. Все человеческое творчество, оно как-то вот ускользает от этого детерминизма так. И Эпштейн говорит о том, что специфика гуманитарных наук заключается в том, что они имеют дело не с схождением всего в одну точку, которая является выражением закона, а он говорит про расходящиеся дискуссии, вот, и о веерной причинности, что реальность причины порождают веер разных возможностей. И непонятно, всегда возможно что-то иное. Так, я немножко, по-моему, увлекся, сколько у меня времени осталось? Ну, ладно, хорошо. Теперь несколько слов про Виктора Франкова, который в этом отношении, конечно, тоже великий философ, он недооценен, мне уже даже неловко говорить, я уже несколько лет говорю про книгу, в которой я работаю Франклой, которую я обещал выпустить еще в позапрошлом году, но никак не могу ее выпустить, она вроде бы уже близится к концу, но сейчас мне просто странно, страшно говорить о том, когда страшно давать какие-то обещания, потому что я сколько раз их нарушал. Эта книга на русском языке выйдет под названием «Безусловный человек». Большая книга, которая заключает в основном его философские работы, она соединяет в себе две книги Франкла, которые выходили на немецком языке в разных вариантах, на английский не переводились, это его философские основные работы, философские антропологии, философские основы клинической деятельности. Так вот, некоторые идеи Франкла, касающиеся нашей темы. Эксистенциальный анализ не ограничивается представлением о логосе, прошу прощения, отпечатки есть, как том, к чему мы движемся, но и раскрывает существование как источник бесконечных возможностей. Конкретно это возможности осуществления смысла реализации цели. То есть, в общем, философские идеи Франкла основаны на сочетании того, что мы привыкли через запятую логотерапии и эксистенциальный анализ. Франкл показывает, что это две некоторые тенденции, которые соединены в том, что он делает. Логос это, по сути дела, не в смыслах некоторые трансцендентные поля, которые связаны со всеми гуманитарными науками, а эксистенция это акцент на процесс, на то, что происходит сейчас. И вот каким образом он сталкивает эти два взгляда с тройкой в объемную картину это отдельная история, в этой книге она совершенно замечательно раскрыта. Сейчас, кстати, некоторый вариант очень интересный это предложил Ул Вонг в своей концепции экзистенциальной позитивной технологии, которая тоже, по сути дела, представляет собой некоторое пересечение двух взглядов и создание некоторого очень объемного варианта. Третьего. Дальше. Так, я некоторые вещи пропускаю. Франкл очень сильно борется с основной линией гуманистической технологии, которые говорят о том, что развитие человека и реализация заложенных в него потенций. Но потенции я дальше про это чуть-чуть скажу. Это не совсем то же самое, что возможности и потенции предлагают некоторые единственные путь развития уже заранее заложенные. А станем кем-то что-то есть, говорит Франкл, означает не только стать тем, кем ты можешь и должен стать. важным не только, чтобы я был человеком, но и чтобы я стал самим собой. Но при этом Франкл отрицает идею единственного правильного, так называемого, подлинного я, потому что в конечном итоге мы становимся тем, чем мы выбираем стать. про восприятие он говорит о открытии возможностей находить действительности, причем это всегда возможность изменить эту действительность, как только это будет необходимо и пока это еще будет возможно. То есть смысл это усмотрение возможности изменения действительности. Ну, сейчас я немножко это пропущу, быстренько пройдусь по нескольким небольшим цитатам. Личность экзистенциальная это значит, что она не принадлежит фактическому. Тоже, по сути дела, фраза, которая очень близка к тому, что говорил Мардашвили. Человек как личность является не фактическим существом, а возможным или факультативным. Он существует как своя собственная возможность. Вот же Эпштейн говорил про то же самое, писал, что человек существует как своя собственная возможность. И главное, о чем говорил Франков, что человек может принять решение в пользу одной или другой возможности. и принятие это решение основывается на некоторой идее о должности. Мало ли, что мы можем. Вопрос не в том, чтобы развивать возможное, потенциальное, а в том, чтобы совершать должное, воплощать необходимое, то, что нужно. И Франкл критиковал потенциализм. Этим словом он назвал идею гуманистов о том, что нужно реализовывать то, что заложено, критиковал. В частности, назвав эту позицию потенциализм и говорил о том, что не все возможности у нас заслуживают реализации. И приводил в качестве примера Сократа, который говорил, что в нем были все задатки, чтобы стать талантливым преступником, хорошо или плохо, что он эти задатки не реализовал. Не все задатки можно следует реализовывать. Теперь, собственно, психологии возможного. Значит, три ключевые вещи, которые важно разводить. Возможное, потенциальное и вероятное. Значит, чем отличается возможное от потенциального? Потенциальное само в себе содержит все силы для своего существования. Оно само растет. Почему я не люблю понятие личностного роста? Оно предполагает, что все растет само. А само сами растут в основном только сорняки. Все остальное надо культивировать, со всем остальным надо работать. Вот потенциальное это то, что растет само. А возможное может осуществиться только через самоопределение, выбор, усилие, вложение в себя выбранную альтернативу. Грубую, в общем, работа над собой. Вероятное. На вероятность нельзя повлиять. Вероятность это то, что может быть, может не быть, но это не зависит от меня. Возможность осознанно и ответственно нами выбирается и опять же мы вкладываем усилия, то, чтобы осуществилось одно, а не другое. Это некоторые ключевые понятия. Я писал когда-то про три вида отношения к будущему, три способа отношения к будущему. Будущее можно воспринимать как прогноз, то есть прогнозировать или прорицать, что там будет. Но в этом отношении я сам себя из определения этого будущего изымаю, это то, что будет независимо от меня, и это связано с отношением будущего к вероятности. К будущему я могу относиться как к проекту, как к желаемому будущему, то, что я хочу, я ставлю цель, разрабатываю некоторые проекты, шаги, направленные на то, чтобы достичь этой цели. здесь по сути дело будущее оказывается безальтернативно, оно потенциально воспринимается как потенцией, это то, известно, что там должно быть, я стремлюсь к этому достичь. На эту тему есть хорошая, известная, восточная поговорка замечательная, которая говорит о том, что если ты чего-то очень сильно хочешь, то ты этого добьешься и больше ничего. потому что проектные модулы, которые нам все внедряют очень активно, это хорошая штука, но с некоторыми ограничениями, потому что мы оказываемся не в состоянии увидеть то, что находится за пределами проекта. Проект это некоторые шоры, которые фокусируют наше внимание только на чем-то одном, и это может быть прекрасное личное, остальное мы перестаем увидеть. по более сторонам проекта. А как говорил Станислав, ежелет замечательно тем, кто одел на глаза шоры, следует помнить, что в комплект входят также узда и кнут. Так, теперь должное. Должное очень интересная вещь. Да, должное часто воспринимают как необходимое, но должное на самом деле относится не к необходимым, а к возможным. Что является для меня должным? Это те возможности, за которые я принял ответственность, которые я выбрал, и которые в результате этого я сам сделал и для себя необходим. От нас зависит, будем ли мы следовать должному или нет. Мы не можем выбирать, необходимое. Мы не можем выбирать соответственно необходимое. Необходимое не является предметным образом, а должное мы можем следовать, вести себя как должное и можем вести себя наоборот диаметрально противоположным образом. И да, я приводил эту идею по поводу законов природы и человеческих законов. Человеческие законы, второе следствие из этого формулы головачи, что человеческие законы можно наружить. И многие этики последнего времени, в частности Шрейдер и ряд других, говорили о том, что самое важное в этике не столько соблюдение этических норм, сколько сам факт их наличия. Важно, чтобы они были. Не обязательно нужно, чтобы они всегда соблюдались, чтобы они работали. И замечательная фраза Ильфа из записных книжек, которая иллюстрирует это, давайте ходить по газонам, подвергаясь штрафу. Есть такая возможность? Есть. Причем здесь четко пока упомянута и цена, которую мы не просто давайте ходить по газонам сказал. А давайте ходить по газонам подвергаясь штрафу. То есть мы можем нарушать какие-то установления наших возможностей. Да, естественно, любая возможность предполагает цену, которую мы платим за реализацию этой возможности. Цену, которую мы платим добровольно по своему выбору. Это в данном случае гениально с точки зрения возможностной антропологии Крада Икс, которая может быть эпиграфом вообще ко всему введению возможностной антропологии. Так, ну я уже приближаюсь к концу. Осмысленного существует много разного. В нашем мире вокруг нас существует много разных вариантов осмысленных действий. Не все из того, что осмыслено, важно. И следующее сужение осмысленного до ценного. Ценно это то, что я принимаю как возможный ориентир для моих действий. Но опять же, не все, что для меня ценно, я реализую. Не все возможности, которые ценны, по ряду причин, не все я могу реализовать. Ни время, ни место и так далее. Поэтому следующее сужение – это что-то выбрать, все-таки за что я готов принять ответственность, сузить ценное до ответственно выбранного нам. И выбирая возможность на фоне действительности, вот как построится этот путь, мы делегируем смысл, заложенному в этой возможности, власть над нашими действиями. Теперь важный момент. Возможно только то, что мы воспринимаем как возможное. Возможная голова, незамеченный шанс не становится реальной возможностью. И открытие смысла неочевидной возможности приводит к огромному расширению того, что оказывается для нас реально возможно. Потому что больше всего я, к сожалению, не успел, уже там время мое давным-давно съедено. Я периодически проделываю на лекциях на эту тему такую провокационную штуку. Говорю, давайте, может быть, я сейчас прервусь и пойду на улицу гулять по городу, пить кофе, махну вам ручкой. Что мне мешает это сделать? Есть у меня такая возможность или нет? И при каких условиях это было бы невозможно. Ну вот прямо сейчас. Правда, сейчас уже не так более объективно звучит, когда в начале выступления. В начале лекции, в конце уже не очень. В конце уже не могут сказать, не уходи, и сделай свое дело. Так что ключевой ответ на этот вопрос, если сократить и свернуть эту провокационную процедуру, которую я периодически провожу на разных выступлениях, заключается в том, что подскажу вам ответ правильный, что я бы не мог этого сделать при одном истории, если бы мир не пришло в голову. А большинству стоящих на моем месте это в голову не приходит. Никогда. Такая возможность. Они действуют по некоторому стереотипу и не видят просто такой возможности. Такая возможность есть. И видя ее, я вдруг могу это сделать. Желание есть там? Нет, ну желание даже они не думают, есть ли желание, потому что... Соответственно, уже не успеваю поговорить про предпосылки навигации в поле возможного, рефлексивное сознание, толерантность к неопределенности и мужеству быть. Ну, собственно, все. Последний завершающий тезис. Экзистенциальная психология и есть психология возможного. Через человека, я уже говорил, проходит эта грань между... Между... Детерминированным, между тем, что в нас подчинено законам естественных наук и тем, что подчинено законам сознания и экзистенции. И если Энгельс говорил о том, что свобода есть осознанная необходимость, вот вправе меня будет его немножко поправить и сказать, что свобода есть осознанная возможность. А пространство возможного есть пространство нашей свободы, возможности в головах. И, собственно, на этом я и завершаю. Спасибо за внимание.